Всем привет! Сегодня я вам расскажу о итогах ремонта в Хрущевке, в нашей однокомнатной квартире, где мы покупали струематериалы и мебель и примерно по каким ценам. Сразу хочу сказать, что ремонт мы делали своими руками практически полностью. Нам только заменили батареи, там чуть-чуть видно, и натяжные потолки мы заказывали. Для начала предлагаю вам посмотреть несколько фотографий о том, что здесь было и о этапах ремонта. Теперь давайте сверху вниз я вам расскажу, что и где мы покупали и цены, которые я помню. Ну вот, например, люстру мы покупали в магазине старт в Максимире, стоила она где-то полторы тысячи рублей. Потолки мы заказывали у знакомых, на всю квартиру они где-то обошлись нам в 24 тысячи рублей. Потолочный плинтус и обои мы покупали в магазине квадратный метр. Вот обои у нас здесь двух видов, они как бы из одной коллекции. Рулон обоев метровый стоил около полутора тысяч рублей. По потолочному плинтусу, к сожалению, не помню. Вот часики, например, на стене я заказывала в магазине Озон, там они стоили где-то тысячу рублей. Дальше, вот кровать, мы ее покупали в магазине, много мебели. Тогда была акция и вот с тумбочкой и с комодом, еще есть одна тумбочка такая, весь комплект стоил 15 тысяч рублей. Мне очень нравится эта кровать тем, что, во-первых, у нее есть подъемный механизм, то есть под ней можно хранить много полезных вещей, которые некуда положить, например, в квартире, чтобы они не мешались. Ну, допустим, у меня там лежит пылесос, коробки с обувью, чемодан, коробки из-под бытовой техники, которые пока что не хочется выбрасывать. Также у этой кровати есть полезное пространство в изголовье. Вот здесь вот у меня лежит постельное белье, полотенце и вот подушечки можно убрать. Здесь декоративные у меня сейчас лежат. Когда приходят гости, эти подушки я убираю туда, можно даже одеяло туда убрать, чтобы не мешалось. Вот, а декоративные подушки кладу на кровать. Этот ковер был здесь и раньше, я его решила оставить, потому что на нем есть вот такие голубые цветочки, которые очень гармонируют, на мой взгляд, с голубыми цветочками на обоих. Аквариум и эти два стула были у нас давно, мы их сюда привезли. Дальше окна мы тоже заменили, но пока еще они привели в порядок балкон, поэтому балкон показывать я пока не буду, но думаю, что к концу лета мы должны закончить его, тоже застеклить и привести в порядок. Окна мы заменили, здесь и на кухне обошлись они нам в районе 25 тысяч рублей вместе с балконной дверью, устанавливали сами, то есть это стоимость только за изготовление самих окон и за доставку. Вот эти шторки я заказывала тоже на озоне. Классические шторы и тюль я решила не вешать и заменить их вот такими рулонными шторами. Мне они очень нравятся, но единственное, что хотела бы всем посоветовать, кто будет вешать такие шторы и покупать, вот мы их повесили на саму раму, вот и вот здесь вот они немного мешаются по открывании дверей и окон и вот тут уже пробили небольшую дырочку. И всем, кто будет их вешать, я рекомендую подбирать так, чтобы они по размеру становились вот сюда куда-то на стекло. Такие шторки стоят по-разному, в зависимости от размера, от 500 рублей до, можно сказать, бесконечности, если большой размер. Дальше располагается вот такое дерево, называется авокадо. Мы его посадили сами. Муж из зернышка авокадо, который мы купили в магазине, вырастил вот такой куст. Зимой оно сбросило листья, а сейчас вот маленькие листочки уже весной пробивается. Плошечку покупали в магазине Leura Merlin. Стоил она где-то 600-700 рублей. Она, кстати, на колесиках, поэтому очень удобно передвигать, так как земли много в ней и поднимать бы было ее очень тяжело. Дальше батареи. Батареи, как я уже сказала, нам менялись профессионалы. Покупали мы их в магазине тоже Leura Merlin. Эти радиаторы там стоили дешевле всего. Дальше располагается мое рабочее место. Кресло и столик. Я покупала в магазине Техносила. Давайте вам покажу получше. Вот такое кресло, мне очень нравится. Вот, мягкое и удобное. И угловой стол. Занимает мало места. Вот, в то же время все компактно помещается. Вместительные ящики. Очень много всего я туда сложила. Вот, ну и как бы полностью компьютер. Разные подставки, карандаши и все на своих местах. И дальше здесь у нас мини-спортзал. Тренажер этот я подарила мужу где-то около двух-двух с половиной лет назад. Вот, покупали мы его с рук за 14 тысяч рублей. Вот, ну и здесь мой обруч. Вот, дальше вот у нас здесь висит в нише телевизор. Ниша у нас, ну я думаю, что у многих такие по планировке квартиры. Мы решили вот так обыграть этот уголок. Вот, ну в принципе телевизор мы смотрим практически всегда с кровати. Поэтому нам очень удобно. Телевизор висит на кронштейне, вот на таком. Вот, кронштейн не выдвигается. Ну, потому что как бы здесь и так не слишком много места. Выдвигать его особо некуда. И последний это вот такой вот классный шкаф. Его мы покупали в магазине Столплит вместе с кухней. Вот, чем он мне понравился, что у него есть большое зеркало. Внизу два ящичка для мелких вещей. Полка вверху. Вот такая длинная штанга. И внизу еще место. Глубина его 60 сантиметров стандартная. Ширина 90. Это самый узкий из возможных вот такой вот двухстворчатый шкаф. Нам пришлось его взять из-за того, что, как вы видите, из-за кровати больше места не остается. Так как кровать у нас уже была и пришлось подобрать шкаф под кровать. Про дверь я уже рассказывала своем видео о прихожей. Дверь мы брали в магазине и свой стиль. Помню, что полотно стоило 5000 рублей. По доборам сказать не могу. И вот такие симпатичные ручки классические. Если я что-то забыла рассказать, пишите в комментарии, задавайте свои вопросы. Отвечу всем и очень подробно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео и всем пока-пока!